Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава первой книги царей или царств в традиционных переводах для библейского портала экзегет читаю свой перевод и его слегка комментирую вот если мы посмотрим на эту книгу, а это действительно первая книга царей или царств, ну царств не очень точное название, потому что царства здесь у нас пока одно а вот царей будет некоторое количество то это действительно первая книга, которая говорит об израильских царях и давайте обратим внимание, как она мучительно размышляет над самой проблемой зачем монархия вот в последующие времена это будет казаться очень многим людям вполне естественным, что монарх в каждой стране есть свой царь, король, император, князь и так далее сегодня наоборот нам кажется это анахронизм гораздо более естественным выглядит республика и мы думаем, а зачем там где-нибудь в Швеции король, что он там делает без него прекрасно можно обойтись в древности тоже об этом мучительно размышляли вот только что была такая жизнь, ну я не назову это республикой республика это современная какая-то форма правления там со своими институтами и не назову даже демократии было некоторое такое первобытное равенство да, вот были люди, которые жили как там индийское племя у него есть вождь, но это не наследственная, допустим, власть у него есть пророк, но это всего лишь духовный лидер он не обладает властью в смысле политической, да и они как-то между собой договариваются обо всем и вот вдруг появляется царь, вдруг появляется царь, зачем, откуда это что нельзя было обойтись, а это не умаление ли роли бога в жизни этого народа когда мы делаем некоего человека и потенциально его потомков правителями, вот в общем-то хозяевами этой страны вот об этом первая книга царей размышляет постоянно и в 12 главе еще один эпизод а почему именно в 12, это же уже все было, начиная с 8 но вот в предыдущей главе 11 мы читали о победе Саула на войне израильтяне хотят царя, чтобы он их вел в бой чтобы он, как у других народов, был впереди своего народа на войне а что в 11 главе Саул прекрасно делает, да, и добивается победы то есть в 11 главе царство наконец-то стало чем-то признанным в Израиле до этого, да, конечно, его сделали царем но это как бы так, между Самуилом и Саулом это еще не принято народом если народ не принял какую-то форму правления, какой-то институт общественный то сколько ты его не провозглашай, он не будет нормально работать и вот, наконец, заработало и это еще раз повод задуматься, а почему монархия-то? так ли она нужна? чем она выгодна? чем она хороша? Самуил объявил всему Израилю «Итак, я послушался всех ваших слов, поставил над вами царя теперь будет возглавлять вас царь, я уже стар и сед и вот сыновья мои среди вас» а я напомню, что про Самуила как раз известно, что сыновья не шли по его пути но часто бывает, что гениальный родитель или какой-то особо праведный родитель и вполне заурядные дети, как правило так «От юности до сегодня я возглавлял вас, я перед вами так что свидетельствуйте обо мне перед Господом и перед его помазанником» вот Самуил фактически складывает, пророк складывает в себя полномочия правителя до этого фактически он был не только пророком, то есть духовным мы ждем народа но и его политическим государственным лидером и вот он собственно слагает полномочия вы наконец признали Саула нового царя, первого царя все, теперь давайте подведем итог моей деятельности и о чем спрашивает Самуил? спрашивает ли он, сколько я построил святилищ или, скажем, домов, скольких врагов я разбил как я поднял там сельское хозяйство или там искусство при мне процвело нет, нет свидетельствуйте обо мне пред Господом и перед его помазанником помазанник, то есть новый царь Саул которому он передает эту светскую, эту политическую власть быка ли я взял у кого-либо или взял осла обижал ли кого-либо, притеснял взял ли у кого подношение, чтобы закрыть глаза на его дела скажите, я все вам верну фактически Самуил задает один вопрос был ли я коррупционером и взяточником все остальное не так важно был ли я честен с вами вот единственный вопрос, который правитель библейский правитель, уходя в отставку задает своему народу а все эти достижения, ну, это от Бога скорее но они ответили, нет, ты не обижал нас и не притеснял, ничего ни у кого не забирал он сказал, а ныне Господь вам свидетель его помазанник тоже, ну, то есть новый царь, что вы не нашли у меня ничего своего они отвечали, да, Господь свидетель вы не нашли у меня ничего своего тоже вот формула успешного правителя ничего не присвоил тогда сказал Самуил народу, тот самый Господь, который поставил над вами Моисея и Ароны, вывел отцов ваших из земли египетской теперь подойдите и я буду творить над вами суд пред Господом смотрите, сначала он спросил у них претензии ко мне есть те сказали, нет, он говорит тогда я вас буду судить то есть он мог бы начать с этого я вас буду судить, ах, как вы себя плохо повели но если он сам ничуть не лучше какое он имеет право и это очень важно вот эта пророческая власть, это не власть политика, государственного деятеля который позовет сейчас полицию всех тут и забьет, казнят и он добьется своего нет, это власть человека, который словом устанавливает справедливость но для этого нужно, чтобы слово слушали а когда буду слово слушать? только если он честен только если он не брал взяток, никого не притеснял подойдите, я буду творить над вами суд пред Господом чем отплатили вы за все те благодеяния которые оказал Господь вам и отцам вашим и дальше он пересказывает это обычная для Библии история когда единый Бог это не просто творец неба и земли или тот, кто видит нас, слышит и воздает нам по нашим делам но тот, кто имеет долгую историю отношений с нашими предками и из этой истории мы делаем вывод что он благ, что он защищает, покровительствует чем вы отплатили? пришел Иаков в Египет и когда угнетенные отцы ваши возопили Господу то послал Господь Моисея и Аарона и они выявили отцов ваших из Египта он поселил их на этом месте то есть он дал вам землю дал вам возможность на ней спокойно жить а когда забыли они Господа своего Бога то предал он их в руки Сесеровой начальника Хацорского в руки Филистимина в руки царя Муавского, которые с ними воевали ну это описано все в книге вождей или судей в старых переводах но возопили они Господу мы согрешили, оставили Господа стали служить Валам и Астартам, языческим богам но спаси нас от руки врагов и станем служить себе и Господь послал и Рубала, и Бедана, и Евтаха, и Самуила он спас вас от руки окружавших вас врагов и стали вы жить спокойно интересно, что называют имена этих самых вождей и судей не все из них, например, Бедан присутствуют в книге вождей то есть еще мы не все знаем но общий сюжет один и тот же то есть израильтяне отклоняются от единобожия впадают в язычество, на них нападают враги они молятся своему Богу он их избавляет но когда вы увидели, что против вас вышел Нахаш, царь Аманитян вы сказали мне, нет, пусть царь правит нами а ведь царствовал над вами, Господь, Бог ваш смотрите, впервые они не возопили Господу при очень похожих обстоятельствах вот зачем нам нужна эта маленькая история про город Явеш, мы ее читали в прошлой главе они сказали, мы сами только нам царя не хватает и вот в этом большая проблема так вот, царь, которого вы просили избрав для себя царя человека поставил Господь над вами, царя если будете бояться Господа и служить Ему будете слушаться Его и не станете противиться сказанному Господом если то будут благо и вам, и царю который станет править вами по воле Господа, Бога вашего а если не станете слушаться Господа и вы спротивитесь сказанному Господом то тяжела будет рука Господня над вами и над вашими отцами тоже очень важный момент что такое монархия когда-то израильтянам хватало веры чтобы обращаться к Господу напрямую в какой-то момент их вера ослабела им стал нужен царь как политический руководитель но и это еще не страшно важно, царь это наместник Бога Господь ставит его сам, как пожелает и если вы слушаться будете Господу то царская власть будет вполне вот в русле тех же отношений, которые и были это принципиально важный момент потому что вся дальнейшая история царей у нас целых четыре книги про нее рассказывают а потом еще параллепоменен или хроники они повторяют немножко сокращение с некоторыми изменениями но повторяют этот рассказ то вся эта история она про то как царь это наместник Бога и соответственно хорошо или плохо он исполняет свою наместническую обязанность и дальше как бы некая печать того что это действительно так а теперь сами убедитесь какое чудо сотворит Господь у вас на глазах сейчас самый разгар лета но я вызову Господа пошлет гром и ливень и сами тогда убедитесь как тяжко согрешили вы против Господа прося себе царя но летом в тех местах вообще не бывает осадков они только зимой выпадают в середине лета это абсолютно чудесное происшествие для нас конечно кажется странным но и что такого ливень посреди лета сколько угодно Самуил возвал Господа и он в тот же день послал гром и ливень весь народ был в трепете перед Господом и Самуилом и сказал весь народ Самуилу помолись за нас своих рабов Господа своему Богу чтобы нам не погибнуть ведь мы добавили к прежним грехам новое зло попросив себе царя тут же народ понимает что вообще-то монархия это отступление от идеала теократии от идеала общества в котором правит непосредственно Господь Самуил ответил народ не бойтесь ведь вы и завершили такое зло но не переставайте следовать за Господом служите Господу всем сердцем вашим и не тянитесь к ничтожным божествам которые не смогут вас избавить они ничто а Господь ради собственного величия не оставит свой народ ведь он сам пожелал вас сделать своим народом то есть смотрите вы сделали неверный выбор и это не страшно право на ошибку человек очень часто делает неоптимальный выбор но это поправимо да если только вот сохраняются какие-то границы не служить другим богам а Господь ради собственного величия не оставит свой народ ведь он сам пожелал сделать вас своим народом да, очень важный момент что не израильтяне захотели кем-то стать они захотели стать монархией стали но Господь захотел их кем-то сделать и вот это главное в их истории главное, чтобы замысел народа будь он лучше, будь он хуже не противоречил замыслу Господу а вот народ может сам, конечно, что-то себе выбирать это вполне нормально и Самуил добавляет а мне было бы грешно пристать молиться о вас Господу я не перестану ни молиться, ни наставлять вас на прямой путь добра вот он сложил политическую власть но духовным лидером народа он остался причем, смотрите, две вещи молиться о вас Господу и наставлять вас задача пророка говорить одновременно с Богом и с людьми просто в разной, конечно, тональности и это очень важный момент да, то есть есть молитва, есть проповедь казалось бы, есть люди более склонные к созерцанию, к уединению есть люди более склонные к общественной деятельности, к проповеди но для Самуила принципиально важно то и другое если только молиться Богу а что же народ, он будет впадать в какие-то заблуждения а если только народу проповедовать то откуда же пророк, собственно, будет знать в чем воля Божия только имейте страх пред Господом и служите ему по правде от всего сердца ведь вы видели, какие чудеса он сотворил ради вас а если станете творить зло то сгините и вы сами, и царешь вот интересно то есть народ в каком-то смысле определяет судьбу своего царя но ведь царь, он выпрошен этим народом царь, он его предводитель но и представитель он тот, кто, собственно говоря ведет их за собой к добру или к озлу ну вот здесь об этом и рассказано спасибо 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 спасибо